Друзья, мне кажется, все эти годы нам врали. Всем привет! Я нахожусь в Ленинградской области, в поселке Старая Ладога и направляюсь в Староладожскую крепость. Это Вещий Олег, Рюрик, 9 век, начало русской государственности и очень-очень много древней красивой старины. Давайте вместе поедем туда, и я вам все покажу. Друзья, мне кажется, все эти годы нам врали. Я нашел самую первую стоянку древних русичей. Посмотрите на эту архитектуру. Конечно же, это крепость в Старой Ладоге, но не ту, которую показывают всем туристам. А вот она, настоящая, скрытая от глаз. Здесь, в глубине Старой Ладоги, и эта крепость настоящая жемчужина. Посмотрите на эту архитектуру, на эти бойницы, на эти звонницы. Она когда-то была неприступная, но вот сейчас, к сожалению, ее смогли враги уже одолеть. Какие крепкие стены, какое основание. Умели все-таки строить наши предки, славяне. Это крепость, которую не покажут вам в учебниках истории, и экскурсоводы тоже не скажут вам о ней. Позади меня старинная конюшня. И, как видите, уже состояние очень плачевное, но зачем-то на нее повесили знак о том, что она представляет какую-то культурную ценность, историческое наследие. И вот в таком разрушенном состоянии она продолжает стоять. Ничего с ней не делается. Зачем тогда вопросу нужен этот знак? Старая Ладога – это один из самых древних населенных пунктов России. Он не входит в первую десятку, но в топ-15 точно попадет. Дата основания – середина 8 века. До 1704 года никакой Старой Ладоги не существовало. Такое название появилось после того, как Петр I основал город Новая Ладога для обслуживания одноименной корабельной верфи и приказал жителям перебираться туда. С тех пор Старая Ладога потеряла статус города и стала селом. Церковь Рождества Иоанна Предтечи – это потрясающей красоты Пятиглавый собор, расположенный на северной окраине Старой Ладоги. Первые упоминания о нем относятся к 1276 году. Современное каменное здание построено в 1695 году. Многие годы Иоанновский собор был главным собором Старой Ладоги. Закрыт он был, как и многие храмы страны, с приходом большевиков в 1920 году. А совсем недавно ему угрожало полное разрушение. Оказалось, что Малышева гора изрыта подземными ходами. В XIX веке крестьяне села добывали здесь кварцевый песок и продавали его в Санкт-Петербурге для изготовления лампочек. Образовавшиеся пустоты стали угрожать церкви. Рухнул свод одной из апсид и сильно накренилась колокольня. Реставраторам пришлось закачивать в полости бетон, чтобы остановить разрушение. Также неподалеку от храма сохранился родник и святой источник великомученицы Пороскевой Пятницы. Одно из красивейших мест здесь на Ладоге это вот эта площадка смотровая перед Предтеченской церковью. С ней открывается замечательный вид на Волхов. Старинный торговый путь из Варягов в Греки проходил здесь, по Волхову. Ладожская крепость стала необходимым форпостом безопасности, защищавшим жителей от грабежей и нападений. Крепость несколько раз уничтожалась и перестраивалась. Сначала это были шведские набеги, затем расширение в связи с развитием огнестрельного оружия. Тогда, например, потребовались бойницы для пушек. Для товара обмена местные жители варили глазчатые бусы. Это были первые деньги, и за одну стеклянную бусину можно было купить раба или рабыню. На территории крепости сохранился уникальный белокаменный храм 12 века, церковь святого Георгия Победоносца. Он имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Внутри есть нетипичная для наших дней фреска, на которой святой Георгий укращает змея не при помощи копья, но при помощи молитвы. Считается, что именно здесь князь Александр Невский со своей дружиной молился перед битвой со шведами в 1240 году. Очень часто в этом выпуске будет звучать слово «предположительно». К сожалению, историческая наука не всегда имеет возможность доказать что-либо со стопроцентной надежностью. Так вот, здесь, в Старой Ладоге, сохранилась еще одна, предположительно старейшая улица России – Варяжская. Самые ранние упоминания о ней датируются 15 веком. Сейчас на Варяжской улице можно увидеть купеческие одноэтажные старинные деревянные дома. Друзья, узнал, что в старину жители этих мест называли ладожани. Теперь представьте, я, как истинный ладожанин, еду, предположительно, на самой старой улице России – Варяжской, по своем коне, конечно же, велосипеде. В начале древней улочки установлена бронзовая скульптура сокола. Именно эта птица считается тотемным символом Рюриковичей и самой Старой Ладоги. Много копий сломано в спорах о сходстве герба Старой Ладоги и герба Украины. Я ничего не буду добавлять, просто покажу вам картинки. Выводы сделайте сами. Еще одна из заметных достопримечательностей Старой Ладоги – памятник великим русским гнязьям Рюрику и Вещему Олегу. Он был открыт в 2015 году. Памятник сам по себе замечательный и отлично подчеркивает дух этих мест. Теперь отправимся севернее, примерно на полтора километра от крепости, в урочище Сопки, где расположены курганы, древнейшие могильники славян. Во второй половине 20 века ученые-археологи описали и посчитали все Сопки. Сопка 5-3, третья из пятой группы, чаще всего называется Олегова могила. Именно она стала, предположительно, местом захоронения Вещего Олега. Согласно легенде, после смерти Рюрика в 879 году во главе государства стал его соратник и верный друг Олег. Он совершил множество походов и одержал немало побед. Легенды об этом отражены в двух летописях. Новгородской «Повести временных лет» и древнерусской, писанной в Киеве. В обоих, кстати, схоже рассказывается о смерти Вещего Олега. «Иди, Олег, к Новгороду и оттуда в Ладогу! И у клюни Его змея в ногу, и с того умре! Есть могила Его в Ладоге!» Волхвы предсказали гибель князя от его же коня. После того, как конь умер, Олег, наступив ногой на череп, с насмешкой произнес «Его ли мне бояться?» В это время из черепа выплазла змея и ужалила князя. Интересно, что курган связан подземным ходом с системой катакомб. Куда они ведут, до сих пор неизвестно. Николай Рерих назвал это место одним из лучших русских пейзажей. Искусствоведы считают, что именно эта панорама изображена на полотне «Заморские гости». Сохранились записи из дневника художника. «Взбираемся на бугор, и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко раскинулся серо-бурый волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине. По высоким берегам сторожами стали курганы. И стали не как-нибудь зря, а стройным рядом один красивее другого». Друзья, это была Старая Ладога. Замечательное место, колыбель русской цивилизации. Очень много прекрасной старины, сосредоточенной в одном месте. Вы были на канале 26-ое колесо. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok